Приветствую вас, друзья! С вами тренинг Volume Terminal и я, Назаренко Иван. Тема нашего сегодняшнего видео – это механика рынка. Механика рынка. За этим таинственным словосочетанием кроется довольно простое понятие. Разберем два слова по отдельности. Механика – это раздел физики, в котором изучаются закономерности механического движения тел и причины, влияющие на это движение. Рынок – это место, где встречаются продавец и покупатель для заключения сделки по оговоренной цене, оговоренным объемом, оговоренное время, оговоренные товары. Таким образом, механика рынка – это правила и принципы и техническая реализация заключения сделок на рынке. Я искренне удивлен, что и новички, обучаясь, и даже опытные трейдеры уделяют этому очень мало внимания. Но, наверное, этому есть объяснение, поскольку все понимают, что тема механики рынка настолько важна, что все это понимают, и настолько простая, что все ее пропускают. Мы с вами разберем важные понятия механики рынка. Рынок, биржа, маркет – это слова-синонимы. Это место, на которое приходит покупатель купить тот или иной товар, а продавец его реализовать. Чем больше таких товаров, или другими словами инструментов, у биржи, тем больше трейдеров будут с ней сотрудничать. На рынках присутствует масса игроков, как крупных институциональных, так и мелких спекулянтов. Кстати, об этом у нас есть крутое видео про реально крупных игроков. Ссылка в описании, обязательно посмотрите. Это уже макромеханика рынка. Биржа является юридическим лицом, с прописанным уставом и все теми же правилами и принципами заключения сделок с помощью ее технических возможностей. Чтобы все было максимально удобно, прозрачно и честно для трейдеров, для торговцев, эти принципы и правила долго эволюционировали путем пробы и ошибок, которые могли использоваться для манипуляций и других нечестных игр. Это все фиксировалось, обрабатывалось, делалось выводы и система улучшалась. Она будет продолжать изменяться и улучшаться. Хоть и не всегда нам, трейдерам, это выгодно. Итак, вы решили прийти на биржу и купить что-то или продать. Вы прошли все процедуры регистрации на бирже, ну или скорее всего у брокера. Пришли совершить сделку и вам предоставит, биржа вам предоставит таблицу с упорядоченным списком из заявок, уже желающих купить или продать определенное количество товара по желаемым ценам. Список будет упорядочен от лучшей цены к худшей. Это называется Depth of Market или дом. Ну или почему-то в русской интерпретации стакан котировок. Так вот, те покупатели или продавцы, которые находятся в этом списке заявок, в стакане котировок, таких игроков называют лимитными игроками, поскольку они размещают лимитные ордера. Например, покупатели, которые готовы ждать лучшую цену, они разместят свою заявку на покупку по цене бит максимально низко, насколько они готовы себе это позволить. А продавцы, которые хотят продать по лучшей цене, соответственно, разместят максимально выше свою заявку на продажу по цене ASK. А расстояние в пунктах между ближайшей заявкой ASK и ближайшей заявкой бит, это будет называться спредом. И если такие игроки убирают свои заявки, что довольно часто бывает в стакане котировок, то вы увидите, как расширяется спред. Возможно, и почувствуете. Игроки же, покупатели или продавцы, которые пришли купить здесь и сейчас, они купят по ближайшим ценам лимитных покупателей и продавцов. Соответственно, рыночные покупатели купят у лимитного продавца и сделка пройдет по цене ASK. А те, кто пришел продать, они, грубо говоря, продадут свой товар лимитному покупателю по цене бит. Итак, стоит запомнить, что рыночные или маркет ордера на покупку проходят по ценам ASK, а рыночные или маркет ордера на продажу проходят по ценам бит. И теперь самое важное. Маркет ордера является движущими ордерами, то есть они двигают цену вверх или вниз. Давайте разберем на простом примере. Например, вы пришли на рынок что-то покупать и у вас большая заявка на покупку и вы начинаете покупать по рынку. Вы съедаете первую строчку, вторую строчку в стакане, третью, четвертую, пятую и так далее, переставляя цену все выше и выше. Верное и обратное с продажами, если вы решили продавать, вы будете приставлять цену все ниже и ниже. А вот лимитные ордера, они могут быть останавливающими. То есть если вы выставите огромную заявку на продажу в стакан, туда будут биться маркет покупатели, вы им будете продавать, а они все будут биться, биться, биться. И в тот момент, когда они закончатся, уже не смогут у вас покупать, а у вас еще останется в заявке в огромной вашей, ну какое-то количество контрактов. Цена может откатиться вниз, может потом еще раз прийти и так далее. Но лимитные ордера, они останавливают цену, запомните это. А маркет ордера, они толкают цену вверх или вниз, двигают цену. Это и есть механика рынка, как переставляется по сути цена в рынке. Сейчас многие из вас могут подумать, что стакан котировок является каким-то граалем. И все в нем видно, и все хорошо. Но важно понимать, что в стакане котировок можно убрать любую заявку на покупку или продажу в любой момент, абсолютно когда угодно. И это называется манипуляциями. Есть множество видов манипуляций в стакане. Это абсолютно нормально. Важно для вас понимать, что в стакане находится нереализованный спрос и предложение. А вот реализованный спрос и предложение, который состоялся, он уже у вас будет отображаться в виде совершенных сделок, которые вы можете представить в виде потока ордеров, ленты принтов, графика и так далее. Как я уже говорил, стакан котировок может выглядеть по-разному, зависимо от брокеров. Может быть даже горизонтальный, например. Но чаще всего это вот такая вертикальная его интерпретация. Как мы уже поняли с вами, увидели, на рынке есть лимитные ордера и маркет ордера. И можно сказать, что это основные ордера на рынке. Лимитные – это условно отложенные ордера, которые ждут своей цены. Маркет ордера здесь и сейчас. Маркет ордера всегда выступает так называемым инициатором или агрессором на рынке. Это важно в дальнейшем для нас. Но, например, та же биржа CME выделяет стоп-ордер, с которым, к сожалению, или к счастью, вы уже знакомы. Это ордер, который после принятия не поступает в стакан котировок. А он должен быть инициирован сделкой на рынке на уровне цен, указанном вместе с этим ордером. То есть, запомните, это маркет ордер будет. Он исполнится по рынку немедленно. Это основные типы ордеров. Но также стоит отметить, что на бирже есть и другие типы ордеров. Например, не дающий покоя многим трейдерам ордер типа айсберг или резерв. С помощью этого ордера можно скрыть свою большую позицию, то есть большой объем в стакане, его не показывать. И отправлять крупные ордера на рынок поэтапно. У вас его выкупают, а вы добавляете еще. Это все происходит автоматически. А в моменте показывать только выбранную часть. То есть, все видят, допустим, у вас там 100 контрактов постоянно, а на самом деле там стоит 1000 контрактов. И вы постепенно ее добавляете. Если открыть сайт Interactive Brokers, то вы там увидите 75 типов различных ордеров. И в принципе, зависимо от капитала, почти все из них вы можете использовать. Но для нас важно то, что все эти ордера так или иначе будут исполнены либо лимитно, либо рыночно. И вы будете видеть эти ордера в так называемой ленте принтов, как исполненный по ценам ASK или исполненный по ценам BIT. Цену будете видеть на них время, когда и объем этой сделки. Итак, когда сделка между лимитным игроком и маркет-игроком состоялась, параметры этой сделки записываются в так называемую таблицу всех сделок или таблица Time and Sales. Выглядит она, например, таким образом. Как и в прошлый раз, естественно, она может отличаться в зависимости от программного обеспечения. В этой таблице будет зафиксировано точное время сделки, цена, по которой произошла сделка и объем сделки или количество контрактов. А также, что важно, будет зафиксирован инициатор сделки, то есть кто-то совершил маркет-ордер, ну или был агрессором. Таблица Time and Sales может отличаться так же, как и стакан котировок друг от друга, но сути это не меняет. В ней, например, может быть добавлен идентификатор сделки или тик-ид. Также может быть добавлено изменение, произошло в цене или нет, то есть переместилась цена выше или ниже. Может быть добавлено, сколько контрактов было куплено, продано, а сколько стояло на лимитном ордере и так далее. Что же мы в итоге получаем? Мы в итоге получаем огромный массив данных, то есть по сути это можно, наверное, записать все и в Excel. Мы получаем с вами огромный массив данных, который можно каким-то образом обрабатывать. Если же мы с вами захотим визуализировать данную таблицу, то мы с вами получим определенный нескончаемый поток ордеров, где будут просто штамповаться или принтоваться сделки, определенные сделки. В них записано будет, визуализировано объем сделки, время и цена, по которой он прошел. Это будет называться лента принтов, то есть чем-то похожа на телеграфную ленту. Это будет лента принтов. В принципе и таблицу можно назвать лента принтов. Ну, видимо, правильнее, наверное, так. А также это еще называют потоком ордеров или order flow. Собственно, это и есть order flow. Нескончаемый поток ордеров. Далее вы можете, добавив определенные параметры, цену и время, например, уже визуализировать данный поток немного по-другому, построив тиковый график. Если же мы к этому потоку ордеров еще добавим и шкалу цен, и шкалу времени, то мы с вами уже получим так называемый тиковый график. И это самый важный график, который существует на самом деле. Это, по сути, поток ордеров, который еще и скачет вверх-вниз, зависимо от цены, по которой произошла сделка. Данный тиковый график можно уже уменьшать, сокращать. Это уже визуализация определенного масштабирования его. Его можно превратить в обычный знакомый вам линейный график, например. Но как же получить любимые графики, такие как свечные, барные и так далее? Для этого уже необходимо ввести такое понятие, как таймфрейм. Или дословно это ограничение по времени. Временное ограничение. То есть с помощью таймфрейма вы загоняете поток ордеров в определенные рамки и обрабатываете его таким образом, чтобы он показывал вам максимальную цену за это время, минимальную цену за это время, а также условное время открытия по вашему таймфрейму или закрытия. Из смешного, что можно ответить, что помните, что все эти 60 минут, ну то есть час 30 минут, 15 минут, все это вы используете благодаря египтянам и шумерам. За эти несколько тысяч лет ничего не поменялось. Таким образом, таймфрейм для вас будет скрывать некоторую информацию, которая заключена в тиковом графике. И вы уже не увидите, как маркет-покупатели пытались покупать, но их остановил лимитный продавец. Поскольку помним, что с другой стороны всегда стоит, ну в данном случае, лимитный продавец. И после этого цена оттолкнулась и пошла вниз. Поскольку цена перестает расти, не тогда, когда появляется маркет-подавцы, а тогда, когда заканчивается маркет-покупатели и наоборот. Но тут нужно отдать должное, таймфрейм удобен в том понимании, что он позволяет вам увидеть больший объем информации за определенный период. То есть масштабировать графики. За, конечно, год тиковый график вы не просмотрите. Это будет очень сложно. Однако, подобные графики, такие как свечной и барный и так далее, или хэки наши, да какие угодно, как вы понимаете, они от вас скрывают некоторую информацию. То есть объем тех сделок, которые были проторгованы внутри этой свечки, бара. В данном случае, чтобы не терять эту информацию, которая является одной из самых важных на рынке, вы можете использовать кластерный график. Вот кластерный график, он уже позволяет вам видеть всю картину целиком. И позволяет делать более правильный и грамотный анализ. С помощью правильных настроек в Trading Volume Terminal вы сможете видеть то, что вам необходимо для принятия решений. Например, крупный маркет покупки или маркет продажи. Или наоборот, лимитного игрока. Как это делать? У нас есть видео по настройке кластеров в плейлисте на нашем канале, как пользоваться ТВТ. Два видео. Как настраивать кластер ТИК и КЛАК настраивать кластер Файндер. Посмотрите их обязательно и используйте это. Вот мы с вами и узнали, как появляются и из чего строятся графики. И для чего они нужны. Но самое главное, я хочу вам напомнить. Графики это всего лишь вид технического анализа. Или графический анализ. И графики математиками придуманы в 20 веке для того, чтобы визуализировать некоторые данные. Особенно те данные, которых не хватает, чтобы заполнять эти пробелы. График очень удобен. И с помощью него можно визуализировать некоторые функции. Помните об этом, держите это в голове. Если было интересно и хотите узнать больше, ставьте лайк под видео. Подписывайтесь на наш канал, и нам будет понятно, что вам это интересно. Всем пока. До встречи в новых видео. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok